Всем привет! С вами канал Афмания. Сделаю, наверное, это отдельным роликом. Это было изначально продолжение того ролика, но я поняла то, что я буду очень долго разговаривать. Как всегда, меня сейчас просто понесёт. Мне уже надо какие-то стримы начинать делать на несколько часов, которые... Вот, про подарки. Я расскажу, как было в моём детстве с этими подарками. Как нам сделать с тобой? Вот так вот, что ли? Да куда ты пропадаешь-то? Ты сидеть хочешь, что ли? Тебе интересно, да? Появился, пропал. Появился, пропал. Я расскажу, как было в моём детстве. В моём детстве я не помню конкретно, с какого возраста это всё началось. Но я помню, что всегда было так. То есть, родители мне дарили уже упакованный подарок. То есть, как его купили в упаковке, так его и дарили. И то есть, потом, со временем я понимала, что это подарок новый, что это не какой-то там БУ купленный у бабушки, например, и передаренный. То есть, ну, спустя года уже, спустя... Скорее, наверное, нет. Когда уже я взрослая была, я это уже понимала. Когда уже, вернее, когда моему ребёнку начали дарить подарки, да, тогда я уже понимала то, что... Дима. То, что дарят новые подарки. Потому что моему ребёнку почему-то свекровь дарит, приносит подарки уже распакованные. И, на самом деле, для меня это очень дико было изначально. Для меня это было очень странно, почему они распакованные. Мне казалось, что кто-то что-то ей там дал подарок от какого-то там ребёнка, и она просто его принесла. Поэтому я уже начала задумываться, и, честно говоря, я считаю, всё-таки надо дарить подарок. Когда ты даришь ребёнку, неважно, кто ты, мама, бабушка, прабабушка, дедушка там и так далее. Что ты там говоришь? Вот, то есть, нужно дарить подарок ребёнку именно в упаковке. Чтоб ребёнок видел саму упаковку, что там на ней написано. Да, это же всегда интересно было. Чтоб он рассмотрел эту упаковку. Потому что, допустим, вот эти вот планшеты, там на упаковке было написано, какие сказки, какие песенки. То есть, там было очень много всего. И я эти упаковки долго-долгое время держала, пока Дима их совсем не разорвал. То есть, ну, посмотреть, так, вот сказка, тут такая-то сказка есть, есть. Начинаешь искать, правда, там не находишь. Там очень много, что-то 25 сказок, каких-то там песен. Хотя, мне кажется, в реале гораздо меньше. Вот, то есть, для меня упаковка это важно. Мне всегда дарили в упаковке. Я сама распаковывала, смотрела упаковку, любовалась ею и потом выбрасывала. Вот, поэтому я считаю то, что да, надо дарить в упаковке, да? И свекрови я об этом говорила, то, что подарки надо дарить в упаковке. Ребёнок должен смотреть упаковку, он должен сам распаковывать. Мама, мама, мама. Да, мама там. Потом в будущем он будет знать, что это его подарок, потому что подарили ему в упаковке. Напишите в комментариях, как считаете вы. Вы, наверное, скорее всего, не задумывались ещё об этом. Да, Дима? Чё такое непонятно? Мама там. Мама и тут, и там, да? Как простоквашено. Посмотрите, вашу маму показывают. И тут, и там, да? Как там она, я помню, классно пела так. Дя? Дя, Дима. Вот. У меня, кстати, такая кофточка новенькая. Ну, нет, не новенькая, а старенькая. Хотела её выкинуть. Начала опять, залезла собирать одежду старую. Да, я думаю, померю её. Думаю, может, выкидывать это. На тряпочке пустить её. Я помню, потому что мне был очень сильно мал. Этот спортивный костюм, по-моему, да, он спортивный костюм называется. Очень сильно мал, просто нереально. А сейчас, видимо, я похудела, скорее всего. Я ещё не взвешивалась. Померила ещё свои штаны. У меня зимние штаны. 44 размер на них написано. Я помню, что в прошлом году я их одевала. Он мне был мал, и я его с трудом даже застегнула. С большим трудом. А, нет, даже... Нет, я его даже не застегнула. Он оделся, но он не застёгивался. Вот. Ещё, по-моему, гуляли, Я его подтягивала всё время. То есть, даже, да, он не застегнулся. То в этом году, да, я думаю, попробую. Одела, он застегнулся и даже немножко висит на мне. Вот. Потому что немножко сидела на диете. Я уже так вот поменьше немножко стала кушать. И грейпфрукты свои кушаю периодически. Всем привет! С вами канал ArtMoney. Сегодня я вам расскажу про мандарины. Про свою мечту. Я вам обещала рассказать. По-моему, мне кажется, я не рассказала так. В детстве у меня была мечта, чтобы мне родители подарили целый мешок мандаринов. Ну, там, не знаю, килограмм 5-6-7. Наверное, вот где-то так. И папа спросил, что ты хочешь на Новый год? Мне было тогда лет 7-10, наверное, вот где-то так. Я говорю, целый мешок мандаринов. Он так посмотрел, говорит, тебе что, мандаринов мало? Давай какой-нибудь нормальный подарок, который ты хочешь. Я говорю, нет, я хочу вот именно целый мешок мандаринов, которые чистятся хорошо, они самые сладкие. Вот, было это время как раз в 90-е года где-то. Где-то так вот, да, там плюс-минус 90-е, там, какой-то там с чем-то. Наверное, было тогда сложно достать. Их было, наверное, у меня, может быть, мало. Не знаю, почему я так хотела. Именно, наверное, то, что свой мешок с мандаринами. Не чей-то там, вернее, не чей-то, а если родители покупали, как бы нужно было же мандарины на всех разделить. Тогда их, наверное, было сложно достать, может быть. Не знаю, короче. Ну, хорошо. Он подарил мне на Новый год целый мешок мандаринов. Там был такой пакет с рисунками, такими ручками приклеенными. Ну, сейчас мало таких пакетов. Раньше в таких пакетах дарили подарки. Потом я в какой-то момент, когда я их начала есть, начала потихонечку оттуда доставать. Кстати, я их никогда не мыла. Я всегда их ела немытыми. Ночью я его почистил, кожуру, и все. Тогда не было, наверное, столько инфекции. А потом в какой-то момент узнала, когда мама меня спросила, ты их моешь? Нет, а надо. Причем, если, допустим, прийти домой с улицы, я всегда мыла руки. Обязательно. Заходишь, раздел, сначала руки обязательно мыла. То есть, не знаю, как меня мама так приучила. А потом уже проходила дальше в квартиру. То есть, это обязательно у меня было. Я не могла пройти дальше в квартиру с грязными руками. Мне казалось, что у меня прям микробы там так и скачут на них. Вот. То с едой немножко по-другому было. Ну, и тогда, наверное, инфекции было довольно мало. Вот. И, конечно, когда я начала доставать постепенно эти мандарины, выяснилось, что папа покупал в разных местах. Где-то они зеленые, где-то они еще там какие-то. Ну, там, по-моему, два или три было зелененьких немножко. Вот. Потом я спросила, говорю, что-то они разные какие-то. И, говорит, ну, в разных местах покупала. Потому что в одном месте кончились, в другом месте. Перед Новым годом это было. Или, ну, да, наверное, перед Новым годом. Вот. То есть, так вот. Я бегал по рынку и спрашивала, у вас есть мандарины? У вас есть мандарины? Вроде как дурак. Заказала какой-то подарок странный. Приятного аппетита! Продолжение следует...